Баттл Битл Спорт Баттл Битл Баттл Битл Начнем с того, что положение маунт оно бывает тоже различных видов. Бывают низкий, средний, высокий маунт да, в зависимости от его положения на моем корпусе, да, сейчас он находится низко, да, и прижался ко мне, вот, в случае, когда он прижался, я люблю ставить руки на таз ему прямо, на тазобедренную кость, да, обращаю внимание ваше, что обязательно на таз, не на живот, как некоторые делают, потому что здесь рычаг гораздо слабее, а именно на таз, да, на пятки подбираю к ягодицам, делаю резкий толчок вверх, мост, да, на лопатках, тазом вверх его поднимаю и подтягиваю колени свои к себе, то есть вот такое движение происходит, хоп, еще раз, для этого ухода существует подготовительное упражнение, да, то есть имитация без соперника, мы подтягиваем пятки к ягодицам, да, таз прижимаем сначала к земле, и потом резко выстреливаем вверх и подтягиваем колени к себе, да, вот сюда, хоп, хоп, вот таким образом, да, также можно с этого ухода сделать еще выход на болевой прием, на хилл, либо на скручивание пятки, вот он к вам прижался, да, может здесь под голову положить руку даже, да, упор в тазобедренный сустав, пяточки к ягодицам, выстреливаем вверх и просовываем одно колено вместо двух, вторую ногу накидываем на его бедро, вот сюда, таз, да, дальше колени прижимаем друг к другу, делаем скручивание пятки, так, поехали дальше, что делать, если соперник к вам не прижимается, а оттянулся и оттуда добивает вас, вот, да, 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 все, 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 вот здесь, в любом случае, в ММА, если это ММА, то вы рискуете получить по голове несколько раз, то есть это ваш риск оправданный для того, чтобы вы ушли, да, прежде всего, что вы должны делать, вы, если он высоко сидит, да, высоко поднялся, вы должны на лопаточках отползти, раз, 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 зафиксировать его бедра, да, ближе к коленям, своими локтями, да, чтобы был плотный-плотный упор, локти прижаты всегда, да, у нас в борьбе в партере, как у нас есть такая шутка, в единоборствах, да, конкретно в грэпплинге, в бразильском джиу-джитсу, держи своих друзей близко к себе, а локти еще ближе, да, вот, то есть мы таким образом всегда держим локти, никогда руки не разбрасываем, все, отсюда, когда он бьет удары, мы на лопатках отползаем, одновременно тазом его чуть-чуть раскачиваем, да, раз, два, бей-бей-бей-бей, три, да, и в один раз, один раз делаем поэплитуднее движение, да, сюда, оп, чтобы он оперся на руку, здесь мы, видите, рамочку, рамку такую делаем, руками, это колено, жмем наружу, это вверх, вот у меня появился здесь просвет большой, все, именно в этот просвет я упираюсь локтями и ладонями в таз, делаю креветку, оп, делаю креветку, ну и отсюда я либо возвращаюсь в гарп, либо, еще раз покажем, да, второй вариант это вставание, да, вот он бьет, раз, все, раз, рамку опять на локоть, сюда, встаем, да, видите, при помощи андерхука я встаю, дальше, да, поехали, этот уход у нас делается тогда, когда соперник залез в высокий маут, повыше, да, вот здесь он сидит, вы не можете никак отползти, он за вами постоянно преследование делает, вот, что я здесь делаю, да, упираясь ему под мышки ладонями, толкая его в том направлении, одновременно закидываю ноги ему на грудь, да, то есть здесь определенная гибкость тоже нужна для того, чтобы делать, и делаю движения ногами не назад его туда, потому что это будет очень трудно, да, не сюда, а наоборот, в ту сторону, одновременно делаю кувырок через плечо, все, здесь выхожу на него, еще один уход разберем, этот уход у нас рискованный, он делается тогда, когда у вас не получается другие варианты выйти из этого положения, потому что здесь мы рискуем отдать спину, да, опять же, очень внимательно нужно делать, ставим рамку, рамку здесь ставим мы на живот, если он плотно прижался к вам, да, и мы как будто бы отдаем спину, мы уже поворачиваемся на какой-то угол определенный, да, вот сюда поворачиваемся, как будто бы отдаем спину, повернулись и перекрываем, видите, это ключевой момент, ногой его ногу, да, на плечо встаем, чуть-чуть таз отрываем, и резко ногу правую я провожу под его ногой, в хавгарде, видите, оказываюсь, по крайней мере, это лучшее положение, чем быть снизу в маунте, да, ну и здесь традиционно возвращаюсь в гард, это был проект Battle Beetle, мы вам продемонстрировали несколько вариантов ухода из положения маунт, надеюсь, эта техника вам пригодится, оставайтесь с нами, следите за нашими видео, всем спасибо за просмотр!